Всем доброго вечера, или доброй ночи уже. У нас 9 число. Мы всех детей покупали и отправили спать. Почему 9? Уже 10? Нет, 10 по Иркутску, по Москве еще 9. Борюсик там спит. А у нас, видите, хаос. Мы собираемся, пакуемся, вещи собираем, сумки. В общем, все делаем, чтобы завтра нам, мы утром встаем, успеть все сделать, ребят. Так что это видео о том, как мы собираемся в поезд, как готовимся, как садимся в него. В общем, все, что связано со сборами и посадкой в поезд, ребят. Утро следующего дня мы принесли покрывало. Вчера вечером упаковали все по возможности. И сегодня этот чемодан пройдет в выдержку горяным пакованием. Такого одно не влезло. Одно все-таки не влезло, да? И вот эта штука не влезла. А-а-а, супчик мой не влезло. Ладно, будем куда-то ехать. Но все равно оно пройдет испытание упаковка. У упаковщика Бориса. Сколько было килограмм в том разу? Не знаю, если он не разъедется по швам, то это будет супер чемодан, ребята. Было 52 в прошлый раз. Сколько? 69. Ребята, если он не разъедется по швам, оставлю ссылку, где такое можно купить. Это бомба просто. Вот у нас два чемоданчика, мы брали их в одном месте. А-а-а! Посмотрим, что будет дальше. Представляешь? Так, пошла ножка. Одна, где одна, там и 15. Запекаем ножки. Этот в поезд. Я запекаю ножки, а Горечка варит яйца не в смятку. А, в смятку. В смятку. В смятку. Мама тебя возьмет. А кто-то любит так, чтобы вот как я там и кто-то еще, да, у нас любит такое, чтобы чуть-чуть был, чтобы желточек даже вот так вот вокруг чуть-чуть обварился, а внутри был жидкий. А кто-то любит, чтобы прям целый желток был жидкий обязательно. Поэтому Боря варит в поезд, конечно, не с целым желтком жидким, а так как я люблю. Ну, потому что в поезде все натечет, короче, это не дома. Так, поэтому мне приятно, что хоть в поезде будут все яйца, так как дома обычно варит, ну, как бы на всех, как надо. У нас Боря варит яйца, я их так и не научилась варить, они у меня все время получаются переваренными, поэтому Боря взял на себя ответственно, говорит, я буду варить, все. Так что собираемся, собираемся, ребята, тут позавтракали, а мы сейчас только будем завтракать с Борей. Вот это мы загрузились. Чего-ка, Боречка, держи, держи, держи. Вот это мы загрузились. Круто. Что там? А там Паша. А, там Паша загрузился. Они внизу уже, еще с одним пакетом вот таким. Нам пришел лифт маленький. Да, надо было кого-то отправить вниз. Они это внизу нас ждет. Фух, едем домой. Все, вызвали мы два такси, укомплектовались и выезжаем. Мы тут рядышком в такси едем, прикольно так. Привет, привет. Мы на Ирославском вокзале. Бегом, 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 летим у нас 25 минут до отъезда поезда, в общем, летим. Вот такие мы красавчики. Не, Саша, беги с папой, с папой беги. Идите, идите. А я осталась со второй партией. У нас последний рюкзак. И мы в вагоне. Боря вообще никакой. Выдохшийся. Но сейчас поделимся, какое чудо Бог для нас сделал подарок. Вообще так классно было. Фух, мы тут летели просто. Ну, потом, в общем, мы сейчас устроимся, потом покажу, какой вагон. Благо, устраиваемся вечером. Днем все видно будет еще полдня. Вот так мы уселись. Боречка, пока мы здесь раскладываемся, играет в этот планшет. Надо его срочно было занять. Пашуня, Тимошка. Ой, Сашуня, Тимошка здесь уже. А Пашу, подожди, а где Паша? А Пашу успели забросить на... Нет, я брю этот. И ты этот успел забросить. Сейчас будем раскладываться. Фух, ребята, ребята, вот это у нас гонка была. У меня? Я такой уже мокрый, как переезжали тоже с Москвы, учету прошла. Да, гонка. Сейчас мы немножко отдышимся, будем раскладываться. Все, уезжаем мы с Москвы. Прощай, Москва. До новых встреч в эфире. Нам было хорошо у тебя, на дома лучше. До новых встреч в эфире. Проболели, но очень много поняли в Москве. Очень много принятых решений, которые отойдутся на видео. Обязательно их увидите. Не с пустыми руками едем. Я имею в виду не в сумках, а решения переосмыслить. Ну и все-таки мы успели побывать везде, где хотели. Практически везде, где хотели. Конечно, много чего пришлось отменить. В связи с тем, что мы переболели. Но ничего страшного. Мы многое увидели, многое показали детям. Мы выбрали самые лучшие места, которые хотели дети. Куда именно они хотели пойти. И сходили туда. И мы хотели их повезти. Да. Нас сопровождает вот такая музыка. Мы аж удивились. Она как включилась, так громко еще. Мы там подкорректировали звук. Что очень нас радует, что очень много розеток. У нас 5 розеток на нашу вот эту всю, ну где мы спим, на все наши места. И по 2 USB сверху. Да, это вообще-то классно. Я уже чаек вытащил. Засыпал, сейчас чай будем делать. Танюша тут нам накрывает ресторанный стол. Это у нас соленое, а потом еще будет сладкое. О, у нас еще сладкое будет сухое. Хорошо, да. У нас яйца, курица, огурчики, пицца. Ты видишь, у нас это, мы уже как в поезде едем, у нас уже все знают, где чьи полки. Вот раз позанимали, короче, и все. Да, у нас уже раз стандартненько все полочки. А папе обратно оставили вот эту, метр пятьдесят. Ну, конечно, я же за детьми смотрю ночью. У тебя же папское, как это сказать, чутье ночью, а у меня мамское. Папское чутье, знаете, как? Нет, папское чутье нужно с Пашей, наверное, будет поменяться. А мамское чутье, а, так, где кто? Да, я уже хочу попроводить. Спасибо, я буду, мы спать будем, Паша внизу будет спать, я буду спать наверху. А днем, пускай сидит где хочет, просто что я тут, мне тут тесно. Ну, а я там возле детей, потому что у меня горе с Сашей на одной этой. И ты смотришь за ней. Да, я постоянно ночью просыпаюсь, где поправить надо. О, смотри, сколько тут снега. В Подмосковье сколько снега, смотрите. Круто. О, чудо. Нам даже получилось у нас подключиться к скайпу. Физика у них сейчас урок. Мы отменили, сказали, что не будут дети заниматься, но у нас пришел звонок, а мы едем по такой местности, где постоянно есть интернет. Ну, хотя бы чуть-чуть побудут, а потом уже дослушают в записи урока. Какой класс. Короче, у ребят урок физики прямо в поезде. Это нонсенс. Онлайн, онлайн самое главное. Борюсика положили спать. Танюшка решила заняться работой. Много монтажа. Все, что мы наснимали, теперь нужно, чтобы пока мы едем в поезде, четверо суток повыходило вам. Надеюсь, вы смотрели все наши видео, которые я выпустила, которые Боречка смонтировала я, потому что пока мы едем, а из-за того, что неделя была очень насыщена и очень много было событий, иногда мы в один день снимали по три видео. И все в один день их не выпустишь. Поэтому пока мы ехали в поезде, выходило все, где мы были в Москве, что мы посетили, какие наши впечатления. Поэтому если вы вдруг не смотрели наши какие-то походы, квесты, квесты это вообще улет. Вот посмотрите квесты, не поленитесь. Особенно побег из тюрьмы, мы столько эмоций получили от этого квеста. Посмотрите, вообще все видео, они очень интересные. И вдруг в этом развлечении, на самом деле, очень классно. Это все равно эмоции, это все равно немножко другой формат. То есть немножко быта у нас на канале, немножко развлечений, немножко обучающих. То есть все видео, они по-своему интересны. Вот сижу, монтирую. А по поводу аквапарка, ребята, кто посмотрел первую часть, но поленился посмотреть вторую или третью, вот они очень классные. Вообще, чтобы вы понимали, если мы снимаем какой-то поход и разбиваем его на части, первая, вторая, третья там части, они абсолютно отличаются. Потому что, ну мы не снимаем так, что одна часть, те же там, например, аттракционы, потом во второй части, те же аттракционы. Это разные эмоции, это разные ситуации, разные, не знаю, то есть даже когда мы поход разбиваем на несколько частей, в каждой части вы найдете что-то свое, что-то особенное. Поэтому аквапарк, у нас было три части, аквапарк, термы и аквапарк плюс термы. И все они разные, потому что везде мы были в разных местах, в общем. Поэтому, к чему я все веду? Интересно смотреть все части, потому что они абсолютно разные. Борюсик наслаждается природой. Солнышко красиво так, класс. Там Боречка с Борюсиком лепит пластилин. Пластилинка. Ой, какой клубик классный. А здесь, Боря, Саша, покажи, какой это цветок. Ты поиграй. Ой, ты сам оранжевый цветок у тебя оранжевый. Вот так понятно, Миша, было видно. А у Саши цветок оранжевый, там еще мальчик к нам присоединился, тоже лепит. А мальчик какие-то эти делает? Дорожку делает. Не трогай, Боря, зачем ты нам? Не надо ломать. Лепешки для цветка. А, лепешки для цветка у мальчика. Ну, игроки. Все, короче, самые младшие занимаются леп. Анюта там рисует. Сейчас пойду, покажу, что мальчишки делают. А мальчишки нашли свободное купе. И щелкают семечки. А, какие вы. Мы их выпустили. И общаются здесь, что-то придумывают. Все, мы готовы. У нас появилась одноместная палатка. Как одноместная? Там трехместная, там три человека. А, три, там Боря, Саша и Паша. Понятно. А ты все работаешь. Уже ночь на дворе. А я не могу в одно видео закончить. Вкусняшки, вкусняшки. Раздаем вкусняшки. Вот такой у нас шведский стол получился. Перекус в виде вкусняшек. Еще шоколад будет. Сейчас только вынесем, он подтаял. Шоколад в тамбур нужно вынести, чтобы немножечко он окреп. Разбирай вкусняшки, разбирай. И Борюсику туда дай тоже. Борюсику сейчас. Давай, давай, давай. Только не крошить на кроватях. Анюта там что-то рисует. Темка что-то там рисует. А у нас конкурс на рисовать человека. Паша, пожалуйста, отвернись, я покажу своего человека. Вот, короче, самолеты мы соревновались. Вот самолетик мой. Вот самолетик игрушка. А вот человек. Ага. Сашуня что-то тут тоже рисует. Паша говорит. И Паша тут что-то. В рисову. Тема, отвернись. Борюсик присоединился к рисованию. Сейчас покажу, что рисует. Что это у тебя такое? Да. Да. Какой шедевр у тебя. Чего это? Это природный человек. Я скажу так. Вот он все-таки больше похож на человека. У Тимофея больше на робота похож. Посмотри, какая солнечная голова. Я говорю, а где голова? А вот далека показала. Он говорит, так солнечная она. Это природный человек. Смотрите, два дерева, тучи. Огонь. А нет, это дождь. А, это огонь. Дождь и солнце. Представляете, солнечный, природный человек. Класс. А это человек-робот. Тут даже кармашки есть. Это человек-робот. Кармашки даже есть. Это вообще-то ужасно. Она карманы сделала, представляешь? На голове. Правда, я зарисовал их. Знаешь, человек-робот и природный человек. И кто победил? Дружба победила. Оригинальные очень рисунки у вас. Вся семья занята. А я сачки сачкую и байдыки бью. Короче, папа отдыхает. Все рисуют. Даже мама там что-то в Adobe Premiere Pro тоже что-то рисует. Ну, я имею в виду, монтирует видео. Все творческая работа занимается. Я тоже творческая работа занимаюсь. Я лежу и лежу. Паша с Тимофеем. Ты как с подводной лодки. Знаешь, это тоже... Смотри, только... Не трассив хотоаппаратом смеется в заднем фоне. Ну, знаешь, как? С подводной лодкой. Пи-пи-пи... Ты думал, я не увижу лишь что-то? Вдруг ты насколько будешь занято, что не увидишь. Не, ну, такое не увидите. Это нереально. У нас уже заканчивается, ребята, вечер. Наверное, на этом видео эту часть мы будем заканчивать. В следующей части мы еще немножечко поснимаем, как мы в поезде будем ехать. Мы приехали. Мы приехали куда-то. Да, куда-то мы приехали. И покажем, как мы вернулись домой, животных снимем, дом родной. В общем, приезд домой уже будет в следующей части. Ну, немножечко видео будет еще с поезда. Так что, в следующей части, ребят, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok